Озеро в центре Тирасполя замерзло. Лебеди переселили в теплые домики. Сейчас большое семейство живет по новому укладу и питается по усиленному меню, рассказывает Катерина Воронченко. Озеро возле епархии замерзло. Такое ощущение, что тут вообще воды нет, но лед на самом деле тонкий, выходить на него опасно. Ну а сами лебеди отправились на зимовку. Из птиц остались только голуби, которые совершенно не боятся людей. Обычно здесь многолюдно. Всем нравится наблюдать, как плывет по озеру лебединое семейство. Люди приходят посмотреть на грациозных птиц и покормить. А сегодня все угощение досталось голубям. Хлеб, знаете, нельзя им некоторые дают? Да, потому что он набухает, в желудке им нельзя. Вообще зерно, которое набухает, да? Мы иногда приходим с детьми, покупаем на рынке кукурузу, смесь зерна. Детям приятные нам. В морозы на озере становится опасно. Тонкий лед может треснуть и образовать полыньи ловушки, в которых лебеди рискуют погибнуть. Поэтому лебедей переселяют в зимнюю резиденцию возле епархии. Папа, мама, я и вся моя семья. Лебеди на зимовке. Здесь у них два теплых домика, но сейчас они во дворе, очевидно, скучают по воде. И проводят время на свежем воздухе. Видно, кто из них помоложе, вот эти с серой шеей. Лебединое семейство растет с каждым годом. Вот эти пухлые серые шейки – майские птенцы. Чтобы понять разницу, достаточно взглянуть на эти весенние кадры. Сейчас лебедята догнали по размерам и маму, и главу семьи. Дети дерутся и всячески доказывают друг другу свое превосходство. Но с папой они все-таки стараются не спорить. В принципе, они нормально себя чувствуют. Их только вечером загоняют в домики на ночь. А так они находятся во дворе. Там подливают им теплую водичку, чтобы они могли попить. Кормят, как обычно, брусы, пшеницей. Но во время зимовки там еще дополнительные рыбы покупаются. На озеро птицы вернутся только когда пройдут морозы. Здесь очень переживают за лебедей. Вот кадры, как спасали лебедей на замерзшем озере в Одесской области. 16 птиц там оказались в ледяном плену. Такое, к слову, не редкость в морозы.